Еще молодые и совсем зеленые стоят, ждут своей очереди. Кто-то пришел пройти медкомиссию, кто-то встать на воинский учет, а кто-то уже готов вступить в ряды российской армии. С 1 октября отдел военного комиссариата принимает новоиспеченных призывников для прохождения военной службы. В основном, конечно, военный комиссариат комплектует частью западного военного, как это сухопутные войска. В основном граждане при призыве порядка 60% остаются в пределах Московской области и Москвы. Остальные уходят в учебные части. Часть людей, конечно, уходит в другие регионы, в том числе и в Калининград. 145 человек. Такая цифра нужна для выполнения призывного норматива. По данным Химкинского отдела военкомата, всего 15-20% молодых людей не готовы к военной службе по состоянию здоровья. 5-10% получают отсрочку в связи с продолжением учебы. 17 человек изъявили желание пройти контрактную службу, а все остальные становятся в ряды военнослужащих, чтобы исполнить гражданский долг. Желающих много лучше стало, конечно, по сравнению с предыдущими годами, когда было два года службы, полтора, год, час идут, в общем-то. И в связи с тем, что, видать, изменения произошли в плане, что не служившие в вооруженных силах, они не могут дальше делать свою служебную карьеру. Призывной комиссии считают, что молодым людям не следует негативно относиться к армии, ведь многих пугают стереотипы, которые разрушаются по прибытию на место службы. Питание обещают хорошее, условия соответствуют всем требованиям и нормам, да и служить всего год. Так что настроения у большинства призывников приподняты. Сам сюда пришел, меня никто не искал. То есть по собственным желаниям? Да, по собственным желаниям. У меня много родственников, которые служили, я решил тоже, что мне будет не против. Не против, а не лишним. Также члены призывной комиссии отметили положительную тенденцию к сокращению клонистов от военной службы. Призыв продлится до 31 декабря. Сергей Тарачанов, Анастасия Драй, Алексей Козеров. Служба новостей.